Какие части речи спрягаются? Ой, Мишан, ты снимаешь хоть нас? Без понятия, какие части речи спрягаются. А можно какие-то наводящие вопросы дать? Это могут быть существительные, прилагательные, глаголы, местоимения. Блин, у меня вот сейчас стыдно, но я не смогу сходу ответить. Включил, Мишка, ты да, все? Всем здравствуйте, меня зовут Джека, я владелец корпорации под названием Негодяй ТВ. Сейчас будет народное шоу, которое называется «Вопросы за бабосы», где я буду подходить к людям, незнакомым мне с ними, находить каким-то образом общий язык и предлагать участие в этом шоу, где я задаю 5 вопросов за бабосы. Не боишься, когда тебя снимают скрытая камера? Боюсь. Серьезно, а что ты боишься? Что нужно делать? Что нужно делать? Во-первых, погромче говорить. Все-таки тебя снимают камеры, тебя смотрят сейчас миллионы людей. Здорово. А что от меня требуется? Как зовут тебя? Что от меня Артем? Только поживей, братишка, хорошо? Ну не усни здесь. Решал. Тебе сколько годов? 19. Где учишься? Лезгов-то. Спортик? Так точно. Ну и чем ты увлекаешься? Баскетболом. Ну еще вытянешься, да? До скольки растете вы? До 18. Мы раньше до 21-го росли. Ощущение у человека того, что некое событие происходило уже с ним раньше? Дежавю. Кто такой Эммануил Кант? Философ. Неплохо стелет. Третий вопрос от Шоу Квиз. А, не шоу, а Вау. Вау. Это у меня шоу, у них там Вау. Вау Квиз. Тематическая викторина с простыми и интересными вопросами. Игры проходят в барах. Цель игры весело провести время и немного размять мозги. Шау, как я говорил. Вау. Когда я был в Москве, там был Ванек, который со мной встречался, чтобы обсудить вот эту движуху, чтобы я про Вау Квиз говорил. Ну, типа аудитория, ко мне подтянется Вау Квиз. Ну, это фигня на самом деле. Вау Квиз и все. Зато есть вопросы, которые не надо придумывать. Вопрос от Вау Квиз. Перед вами шуточные девизы советских времен. Первый девиз. Девиз колхозникам. Блеснем своими яйцами на мировом рынке. В поликлинике курящая женщина кончает раком. Девиз токарей. Кончил оба три станок. И тебе нужно сейчас вот придумать кое-что. Девиз телефонистов. На связь без... На связь без... Без чего? Без трубы, без телефона, без чего. Что такое, может быть, телефонисты, что это было... Бред полнейший. Конечно, подсказки. Ребят, ну Вау, шоу, квиз, вы прикалываетесь. А там у них, это как что, где, когда, как я понял, они сидят и типа думают, типа, ой, что же там будет? Придумывайте нормальный вопрос, а не это. Ну согласись. Еще бы вы знали ответ, я-то знаю. Подсказываю. Связь без... И у этого слова два значения. Его можно обозначить как законченная связь между супругами и... И с поломкой, которую ты выявил при покупке и решил сдать это обратно. Без брака. Это был вопрос от Вау. Как я наговорил? Вау-квиз. Вау-квиз. Музыкально. Туда, где я и где ты, разводят вечер мосты и заметают следы. Туда, где я и ты, туда, где я и где ты, мои уносят мечты и тают сны у воды. Туда, где я и ты. Я должен что сказать сейчас? Название этой песни? Да хоть что-нибудь. Я ее услышал, только я без понятия. Не исполнителя, я не знаю ни слов дальнейших. Угадаем группу. Три мужика. Один Шварценеггер. Три мужика. Один Шварценеггер. Другой Страшилов. Да, да, да. Туда, где я и где ты, мои уносят мечты и тают сны у воды. Я когда... Ладно, я буду об этом говорить, это все лишнее. Пятый вопрос. Отвечая на него, ты получаешь тысячу рублей. Два. Линза, через которую человек смотрит на мир, совокупность философских представлений, которые определяют то, как он думает и действует. Призма. Парадигма. Что творит, чертеныш? 19 лет Артемке. Лесгов-то? Лесгов-то, ребята. Спортсмен. Комсомол. Поступайте в Лесгов-то. Всем привет родственникам, пацанам, девчонкам. Давай, держи, держи в руках, держи. Мам, пап, привет, бабушка. Большой привет пацаны из Новосибирска. Всем привет. Всех обнял, приподнял, поцеловал. Всем спасибо, всем здоровья, счастья и всего самого-самого. Все, братан, за твое, ну, елки-палки, вот так вот может быть, представляю. Все, давай. Спасибо вам. Что тебе было весело? Интересно было весело. А где это можно будет подлицезреть? Где только нельзя. Я есть и в ТикТоке, и в Инстаграме, и ВКонтакте, и Яндекс. Мужик, здорово. Не слышишь нас, типа? Молодой человек. Мужики, здорово. Можешь с вами пообщаться на камеру? Мы очень торопимся. Как жаль-ка пока. Ты чувствуешь, да? Это как будто я хожу, листовки раздаю такое. Долбоеб такой ходит. Поговорим на нескрытых. Жека, да ну! Я правда думала, что вот я приеду в Питер, и увижу Жека. Офигеть! Ну давай, рассказывай все в подробности, как все случилось, так сложилось. Как зовут? Меня зовут Света. Я вам больше встану, чтобы вот это вот? Мы ваши подписчики. Да? С кем-то смеет. С женихом. С женихом? Так, подругу, как зовут? Ольга. Ольга, что так засмеялась? А я просто вообще удивлена. Удивлена, что? А на полчаса как с самолетом уже кого-то встречает, кого он и знает. Как по настроению? Классно. Погнали. Вопрос номер один, Оля не подсказывает. Нормально мешалки? Небо немного? Небо нет. А тогда было очень много неба. Да много неба, Миша. Много неба, но пониже. Ну смотри сюда, братан. Можно у нас и пояс снимать, все можно. В каком городе расположен знаменитый Тауэрский мост? В Лондоне. Погромче. В Лондоне. В Лондоне. За сколько Нептун делает полный оборот вокруг Солнца? Не знаю. Есть варианты ответов. Итак, вокруг Солнца Нептун делает оборот за 687 дней. 30 лет, 225 дней или 165 лет. Смотри, Нептун это планета в нашей Солнечной системе. Она делает так же, как и мы оборот вокруг Солнца. Мы это делаем за год, за 367 дней. А Нептун... 365 дней. Что? Я промахнулся? Ну да, по дням. 365 дней. А Нептун... Интересно? Я недавно купил своей мелкой дочери домик. Из чего домик, братан? Картонный домик. И там всякие рисунки. Я там смотрю. Нарисовано посередине Солнца. Земля. И эти планеты. И там за сколько дней... Я офигел просто. Так вот ты как думаешь, Нептун за сколько вокруг Солнца-то бабахнет? Если у нас год 365 дней, а у Нептуна сколько? Наверное, больше. Так я же тебе варианты сказал. Я уже знаю. Подсказывай. Я не страну. Так, 600... Есть 30 лет, есть 165 лет, есть 600 с копейками дней, а есть 200, там 80, там сколько там? 225 дней. Ну, разрыв серьезный. Давай просто порассуждаем. Чего вы молчите-то? Вы уснули, что ли, все такие бодрые, шустрые были. Сейчас все уже. Порассуждаем давайте. Давай. Давай. Подсказка есть. Конечно, есть. Я уже подсказываю. Нептун где находится? На орбите. Далеко от нас по-любому. А от Солнца он далеко? Подсказываю, очень далеко. А летит он быстро? Да хрен ему просыпь, как он летит. Так от этого зависит за сколько. А я не знаю. Вот я этого не знаю, как он там летает. Так вот и мы не знаем. Кому вообще интересно. Ну, у вас есть такая мысль о том, что... Кому вообще интересно, сколько он там летает. Мне! Я офигел, когда я об этом узнал, за сколько Нептун пролетает вокруг Солнца. Да, много, наверное. Вот еще одна подсказка. Выбирай самый больший вариант. Есть 30 лет, есть 165 лет. Вот, 165 лет. Все верно. А что, вы не уснули еще? Нет. Третий вопрос от ВАУ КВИЗ. Что это за квиз? Я уже рассказывал до этого, поэтому не буду повторяться. Чуваки, там в описании все увидите. Основным ингредиентом очень популярных в Союзе конфет под названием, в кавычках, «ОНА» был дробленый фундук. На обертке изображалась «ОНА», которая держала орешек. Назовите ее. Белочка. Кто? Белочка. Это у меня сейчас Белочка будет. Музыкальный вопрос. Нравится тебе музыкальный вопрос? Да я вообще в шоке. От чего ты в шоке? Что вас встретила? Да я вижу, ты как воды в рот набрала. Молчком стоишь. Я вчера по Ютубу смотрела в Томске. Да, ешкин кот. Слушай, так когда ты смотришь мои шоу, тебе нравится, когда я песню пою? Да. Нравится? Общеклассно. Какие-то гады. Пишешь, что им не нравится. Очень плохой, скажем им. Нет, ничего не путаю. Одного взгляда моего достаточно. Понятно? Я вот что хочу, то здесь и делаю. Я здесь босс. Это дура-дури-мара, она-мана была. Думала, летала в теплые края лета. Море-песок, но мне тебя мало. Танцую в полруки в потолок зала. Откуда-куда пал, больше не вернусь. Чудомом мотал и забрал с ней грусть. Это наша жизнь, ей всегда мало. Танцую в полруки в потолок зала. Мои-ври-бади, шек-терес-го. Мои-ври-бади, мое любимое шоу. Голова качала, почти задавала мана. Баловал план, навнал и навара. Бутаровалам подавай нам, когда будет этот день. Ты пой про себя, про меня за любовь и за маму, за брата. А то судьба загнет. А-та-а-та, а-та-ван. Я типа а-та-ван. В жарком танго меломан. Мною правит бадман. Танцуй, так примитивно. Танцуй, так импульсивно. Танцуй, дочь карнавала. Тут на нас в поле тебя было мало, мало. Припев. Так, это отечественный испанник? Ну нет, это америка не такой коренной. Не знаю, что ли я? Из современных нету и постарше. Возьмем вас будем. Поэтому. Так, это... Знакомая. Городи, мама. Мотив знаком. Бородатый в таких панамках. Один эндшпиль. А ты назови другого и все, и хватит. Эдшспиль, как его? Эдшпиль. Эдшпиль такой маленький такой. А другой в конце яги у него. Давай. Две буквы. И яги, и эндшпиль. Яги. Ну, такая некультурная приходит на ум. А как может быть некультурная яги? Шняги. А, шняги. Шняги эндшпиль. Ну, кстати, музыка-то была как раз. Не очень. Так себе, да? Меняйте. Слушай, ну, я сейчас спел прям лучше этого оригинала. Мы не знаем. Вранье, вранье. Оригинал очень хорошо поет. Оригинал нормально. Мне нравится, ребята. Эдшпиль и шняги. Мне нравится. Это очень хорошо. Так, я не знаю. Что, сдаёмся? Да, сдаётесь. Да. Да, я не против того, что вы сдаётесь, если честно. Мы тоже. Мияги. Так. Нам повезло, что мы вас встретили. Мы уже приветик закинем. Да. Будешь рассказывать всем о том, что это случилось, либо он сам случайно спалит? Он сейчас будет говорить, что я специально в Питер приехала, чтобы Жека встретился. Он с каждым там созвонились, как-то списались, но это чисто случайно. Будем прощаться? Да. Да? Ну, всё. Пока. Жека, пока. Я такая думаю, если я в Питер приеду и честно случайно увидим. Слушай, ещё прямо сидите и смотрите видосы, да? Да, каждый день. Каждый день? Когда они выходят, и он такой, так, у Жека уже вышел. Представляешь, какой я человек, да? Популярный получается. Сфотографироваться. Нет, нет, ещё приколыешься. Я не фоткаюсь. Нет? Конечно. Ты всё уже сфотографируешься. Да, я вообще не люблю фоткаться, не фоткай меня. Ну, ладно, ладно, фиксим. Как я нормально вообще? Очень круто. Жека, ты просто, ну, делаешь такую вещь, что мы потом покупаем книжки, чтобы себя... Серьёзно? Чтобы хоть что-то знаю. Ладно, счастливо вам, не мерзко. Да, спасибо. Всё, пока. Да постой ты с нами немножко. Я просто знаю вас, боюсь. А чё ты нас боишься, тем более, если знаешь? Ну, давайте. Давайте? А ты смотрел? Один раз. Случайно получилось? Ну, да. Ещё не подписался, ничего, лайки не поставил. Ладно, следующий тогда. Иди, иди, куда шёл. О! Здравствуйте, молодой человек в красивой шляпе. Можно вас? Пожалуйста! Редко можно увидеть такого красивого... Это Колян. Одни Коляны. Он решил испортить мне выпуск, поэтому я не вставил сюжет с ним в этот ролик. С ним видео вы можете посмотреть на втором канале Еширяев. Сиська бал. Мужики, здорово! Бородач. Здравствуйте. Здравствуй. Как дела у тебя? Отлично. Такие глаза у тебя томные. О чём сейчас думает твоя головёнка, мне не понять. Подскажешь мне и всем нашим зрителям, что сейчас за мыслишки у тебя в голове? Ну, я думаю о выставке. Что за выставка? О майской великой выставке думаю. Только в мае это будет. Быстро время пройдёт. Я с тобой стою, и ты в голове мая и выставка? Да. Как звать-то? Саша. Сашка. Ну что, давай начнём. Что? Как зовут кореша? Сева. Сева, ты не подсказываешь до тех пор, пока я не попрошу тебя это сделать. Хорошо? Миш, можно камеру пониже немножко? Вот начинается. Это Мишаня сегодня, оператор. Что тут сказать? Нечего сказать. Специалист по организации охоты, ведению лесного хозяйства. Егер. Егер. Егер? Егер. Егер. Тривиальный. Это какой? Обзывали тебя когда-нибудь тривиальным? Значит, без стержня, размысленник. Всё-таки обзывали, да? Нет. Ты художник? Да, да. Ты можешь нарисовать картину, и кто-нибудь подходит. Санёк, тривиально. А ты на них посмышь, так вот ты мизинками, ни хера не поймёшь. Потому что не знаешь определения тривиального. Но я тебе сейчас закину четыре варианта. Ты знаешь, как шоу называется? Нет. Вопросы за бабоса. Братан, пять ответов правильных. У тебя тысяча рублей в кармане. Итак, тривиальный. Это суперский, эгоистичный, примитивный, пошлый. Тривиальный, пошлый, примитивный, суперский. Чё я там ещё говорил? И чё-то ещё, да, было. Что за память у тебя, Саня? Эгоистичный. Это значит, примитивный. Банальный? Да, да. Да, да. Вау, Крис! Слыхал про вау, Крис? Нет. Тебе странный вопрос. В 1930-х годах в СССР из-за дефицита... А, это я уже читал. Сука. Так, подожди, давай другой. На Ютубе этот фильм разбит на два файла. Обе части выложены в один день. И у первой серии 8,5 миллионов тысяч просмотров, а у второй 5,5 миллионов просмотров. То есть, где-то есть 3 миллиона человек, которые такие, ага, ясно, понятно, баба родила, заплакала и легла спать. Нормальный фильм. Назови этот советский фильм. Это был вопрос от Вау Квиз. Сева, иди сюда. Ты слышал, о чем идет речь? Да, о фильме. Можешь подсказывать. Я тоже не знаю. Блин, я тоже не могу сказать. А я хрен тоже вообще. У меня даже ответа тут не написано. Сейчас вспоминаю. Советский фильм, где баба родила, заплакала, легла спать. Квиз, вы прикалываетесь? Вау, Вау Квиз. Не знаю. Я тоже не знаю. Там же, он же Гога, он же егерь. Он же Гоша. Москва, чем обычно? Слезам не верит. Слезам не верит. Ну да. Вот такой вопрос от Вау Квиз. В описании ссылка. Да, уж конечно. Песня. Какими были мы раньше тогда, А то моя отказала память. Куда бегут за годами года, Расскажи мне, куда. И для чего же нужен океан? Я знаю, чтобы хранить слезы, Не уходи от меня в туман, Давай с тобой улетим. Песня. Сколько бы ни говорили, люди, зачем? Мы все равно дальше жить будем. Когда уснешь на моем плече, Я все пойму, ты меня. Сколько бы ни говорили, люди, зачем? Мы все равно дальше жить будем. Будем туда, где утро вдвоем, Туда, где нет никого. Нюх-нюх-нюх-нюх, мих-мих-мих. Тоже не о чем не говорит? Ну вот, вспоминаю, но не могу вспомнить. Вообще, первый раз слышу. Такой есть город в Париже. Париж? Пусть. Париж? Во Франции. А, во Франции. Париж? Ну да. Нет, другой. Там гоняет на такси этот какого? Марсель. Александра, Александра. О! Сева не подсказывает. В переводе с английского буквально... Мне кажется, что у меня что-то на бороде. Нет ничего на бороде? Нет. Соплей, ничего нет. В переводе с английского буквально означает озарение, проницательность. И тут меня осенило. И тут меня осенило это прошлый век. Сейчас есть модные словечки. И все говорят, когда их постигает это ощущение озарения, они говорят, о, у меня случился катарсис. Нет. Ну, моднявые словечки. Давайте, ребята. Дословно с английского, типа озарения. Проницательность. Не прорицательность, а проницательность. Ты тоже не знаешь, что ли? Не знаете, да, ребята? Ай, блин, а. Ну, давайте хотя бы варианты покидать. Ну, у меня только inspiration. Что это за хрень? Вдохновение. В твоей голове сформулировался вывод. Так его можно обозвать. Че нет вариантов? Да ее по-мать! Вы ковыряетесь в интернете, и вы залезаете на какое-то что? Сайт. Ну. Сайт. Правильно. И поэтому... Инсайт. 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 Ну, ты знал, что такое инсайт? Вообще, по-моему, инсайт – это что-то, какая-то внутренняя информация. Типа... Нет, инсайт. Короче, ты давай, Севка, не умничай. Вот инсайт, вот так хрень, которой был вопрос, вот это и есть инсайт. Александра, Александра, этот город наш с тобою. Че, типа, вы выиграли? Ну, давай, желай кому-нибудь. Возьми в руки колбасу. Пожелай. Миллионы смотрят. Санек, давай. Привет. А че желать-то? Че хочешь людям? Всем приколов. Вот. Всем приколов. Ну, давай чем-то еще приколов вам всем. Вот на, тебе пятихаточку. Спасибо. И тебе пятихаточку. Спасибо. Приколов. Че еще помимо приколов-то, Санек? Приходите в Питер на майскую великую выставку. Будем бомбить Питер. Какие-то работы, может быть, есть инстаграм, где зрители увидят все работы. Есть, да, да. Ну, скажи. Майский. Как пишется-то? Майский и 6i. Решил запутать, как мы найдем майский 6i? Ну, ВКонтакте есть группа Бессмертник. Если что-то услышали, осознали, инсайт у вас возник, вон зашли к Саньку посмотрели. А че Севка скажет? Я желаю всем вдохновения, всем творить побольше, чтобы в мире было больше искусства. Тоже рисуешь? Да. Но не обязательно рисовать. Искусство, оно может быть очень разным. Потребляйте, когда творите какой-нибудь шедевр? Нет, только все изнутри идет. Да? Да. То есть, травушка-марабушка зелененькая. Нет. Все, все чисто. Спасибо. 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 А как вас найти? Где? В Ютубе. А, негодяй ТВ. Негодяй ТВ. Ну че, долго будете здесь стоять? Нет. Мне еще снимать дальше надо. Идите давайте. Все, дальше. Давайте. Давайте, пока. Сэпэди. Хай, мэн. Ватсап? Ватсап, мэн? А? Йо, ватсап? Максим. Да, Настя. Я с английским просто. Да, я понял. А, а, мэнэмис, а, а, мэнэмис, тыки-тыки-слимшери. Кто поет? Без понятия. Сколько лет? 23. Так, ты будешь у нас четвертым. Правильно понимаю? Наверное. Сам куда? Я на работу иду. Не опаздываешь? Да нет, все время есть, минут 20, наверное. Максим, значит, да? Какие части речи спрягаются? Ой, Вишан, ты снимаешь хоть нас? Без понятия, какие части речи спрягаются. А можно какие-то наводящие вопросы дать? Это могут быть существительные, прилагательные, глаголы, местоимения. Блин, мне очень стыдно, но я не смогу сходу ответить. Да? Да. Мишан, ты помнишь, какие части речи спрягаются? Только, если я не ошибаюсь, одни могут спрягаться, да? Существительные. А как они будут спрягаться? Например, слово «уя». Уй? Да. Спрягай. Уйя. Не спрягай. Нету «уя», да? Уя, нету «уя». Какашичий. Вот «какашичий» давай спрягать. Это что у нас, сказать, за часть речи? Какашичий? Сейчас речь. Блин, я себя сейчас реально тупым чувствую. Правда, не могу ответить на этот вопрос. Какие-то вот ходишь всю жизнь тупой, а потом в какой-то момент начинаешь себя чувствовать им, да? Да. Что за ощущения? Не, ощущения, когда у тебя спрашивают банальные вещи, ты их вроде бы знал, но в какой-то момент ты их просто потерял из своей головы и не используешь просто. Вот. Там какие-то есть окончания, кажется, ать, еть, ить, есть один вид, есть их два, да? Два. Мишан, ты помнишь, да, все? Есть подсказка четко? Действия? Ну, это... Подсказка была хорошая. Действия? Ну, да. Ать. Какое вообще было слово? Какое слово? Да, ну, вы называли... Какашичий. Какашичий. Или какаевый. Какаиновый. Какаиновый. Что делать, что делается, получается, да? Спрягать. Запутал ты меня. Да, да. А может, друг? Короче, назови просто часть речи, которая спрягается. Глагол. Второй вопрос. Как в старину на Руси называли лоб? Лоб? Лоб. Не лобок. Нет, я понял, да, лоб, вот эта вот поверхняя часть головы. Это из той серии, что, например, уши – это уши, глаза – это очи, пальцы – это перста, а лоб – это... Не помню. Да, я даже, возможно, не знаю. Не использую в речи это слово. Что? Бить можно. Да, да ты, братан, бьешь! По лбу? Нет. Болду? Да нет. Нет, нет, нет. Ну, наверное, от этого слова назвали людей. А Болдуй? Нет. Нет. Просто ты как людей называешь? Идет. Человек. А лоб – это? Лоб. У него есть лоб. Ну, есть ли однокоренное с человеком? Чело? 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 Разве есть такое слово? Нет, чело. Чело? Чело? Иди сюда, чело. Это я понимаю. А чело? Без понятия. Вау, квиз! Вопрос от Вау, квиз. Вопрос от Вау, квиз. Я сейчас буду песню петь. Это, кстати, вопрос от Вау, квиз. А там есть слово лишнее. Вернее, не лишнее, а оно другое. И вроде все как всегда, все те же чашки-ложки, все та же в кране вода, все тот же кот без ножки. И все о том же с утра, щебечет канарейка, лишь у любви у нашей села. Батарейка? Ну, какое слово было лишнее? Кот. Да, вот. Да. Да, кот. Кот. А там стол. Там стол. И у любви у нашей села. Это я понял. Это был музыкальный вопрос от Квиз. А теперь музыкальный вопрос. Сурприз. Давай. То есть это мой? Давай. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там Ванька, молдаванка собирала виноград. Я бледнею, я краснею. Называется песня, эта песня про нее. Кто она, нянька, молдаванка? Все умненькая девчонка. Не знаю. Как песня называется? Я не помню. Я салат еле-еле, еле-еле стою. А нянька, молдаванка, отвечала парню Влад. Партизанский, молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны дом покинули. Кто она? Молдаванка Про нее весь музон Кудырявая, молдаванка, нет? Нет, литчика у нее темненькая Смуглянка молдаванка Родили мы с тобой Ну что с тобой, Макс, сегодня? Да ничего, я сегодня не собранный Ты где работаешь? Вот тут Муму-бургер Муму-бургер? А что, там нормальные бургеры? Очень вкусные Мы сегодня с Мишаном хотели пожрать бургеры Прямо, чтобы они сочные были Вот тут я в этом хотя бы разбираюсь Реально хороший, а ты повар? Да Так, давай вопрос последний на тысячу Приличный, соответствующий Правилам хорошего тона Приличный, соответствующий Правилам хорошего тона Воспитанный молодой человек Это из отрасли Мовитон Эту сумочку уже таскать Мовитон Если это будет не в моде Понимаешь, это вот из этого Это слово, оно наоборот Приличный Но оно из этой же Оно почему-то мне Ассоциируется с обувью Когда обувь тебе чистят Или делают так, чтобы она была Не такая скользкая Что я несу Рождаются подсказки на ходу Может быть даже это и неправда В конце Фо Мишан, ты знаешь? Мишан знает Мишан все знает Круто Круто Это все называется Камильфо А, не Камильфо Стой, Макс Это будет конец Давай Попасть Вырежем Вырежем В конце каждого выпуска Мои прекрасные души Которые смотрят Все это безобразие Прекрасные люди Они всегда пишут Какое-то слово Которое я говорю в конце Какое мы слово скажем Какое-нибудь Моветонское Моветонское? Да, да Точно не Камильфо Моветонское слово Я похвастен Тоже не лезет Еще Ну, пойдем потихонечку Мишан Прям замерз Вонючие Вонючие Носки Грязь между пальцев Пишем какие-нибудь Такие Замечательные вещи Которые душу царапать Будут Прям Кровь Будет течь С груди Все это пишем Вот это хорошее А потом Пишем Вот Вонючие ноги Грязные Кислятина Кисляк Гадость Лайки И всю вот эту вот Манипуляцию Связанную С чем? С носками Подписаться Колокольчики поставить И все эти дела Подписываемся Перепостим тебя Лайки Херачьте лайки Комментариев Миллион Должно быть на видосе Что за херня Собираем По 30-40 тысяч Просмотров Развивайтесь Ребят Читайте Пойдем Съедим Вы заходите А я пойду Покатя Давай Макунга 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 Макунга